Матрица 15 сентября 2017 года Мы живем в Матрице, и вы это хорошо знаете уже, да? И Матрица строго следит за нами, чтобы мы не выбивались из своей клетки, которая каждому из нас предназначена. Но это совсем ведь не значит, что Матрица умеет следить за нами, за каждым из нас. Это невозможно, как вы понимаете, следить за каждым. Матрица прогоняет как будто бы нас, каждого, сквозь свое сито. И не прошедших вот в этот узкий, скажем, отведенный нам проем, тогда вот это берется на контроль. Но что это значит? Контроль Матрицы. Это ведь не значит, что за вами будут наблюдать, скажем, откуда-то третьим глазом. Ведь нам изображают то самое всевидящее око для того, чтобы держать человечество в моральном таком психологическом напряжении. Для чего? А чтобы вы сами следили за собой. Вам самим придется следить за собой и рассказывать, как за нами наблюдает какой-то там третий глаз, вот это вот невидимое око всевидящее, око планеты. Да бросьте вы, никто не наблюдает за вами. Это невозможно, я вам говорю. Даже распространение вот этой всякой информации о том, что за нами наблюдают через телефоны, через компьютеры, через скайп, через всякие там вайберы, ватсапы. Не верьте в это. Конечно, есть какая-то информация, она отслеживается. Но это не так, чтобы это было за каждым человеком и повсеместно. Такого просто не может быть. И вы должны себе дать этому отсчет. Просто логически порассуждайте и не бойтесь. Когда вы будете этого бояться, в скайпе не будете разговаривать. Так может быть, это только и надо, чтобы вы боялись и не разговаривали ни о чем в скайпе. А как иначе вы будете общаться? По телефону вы тоже не можете разговаривать, потому что тоже боитесь. Да нет же, друзья. Но я вас еще раз уверяю, это невозможно. И не бойтесь, они закрывают вам рот. Этим самым закрывают рот. И этим самым держат вас под контролем, распространением своей информации. Якобы вот там следят, там следят, там органы, там органы. А работает это, ну, я вам хотя бы одну сторону расскажу, как это работает. Это не значит, что это вот только так и никак иначе. За вами, скажем, могут наблюдать, но через инфополе. И это не какие-то злые дядьки, да, а само инфополе, которое сформировалось матрицей для нас, для своего стада. Вообще надо понять, что инфополе у нас уже не одно. Матрица может формировать для нас сразу несколько инфополей. И поэтому она нас прогоняет через свое первое близлежащее, вот искусственно сформированное для нас, как купол, инфополе. И во время сна мы выходим туда. Кто попроворнее, так скажем, пожизнеспособнее, тот может вылететь дальше, увидеть и пробраться в следующее информационное поле. Но пробраться в инфополе Земли – это сложнее. Это теперь не каждому удается. Но это тоже можно. К этому надо стремиться. И на своих конференциях, видеоконференциях мы прорабатываем эти вопросы, как можно пройти вот в это самое инфополе, минуя те, скажем, искусственные силки, которые расставлены матрицей. И всю информацию об этом вы найдете внизу под роликом, скажем, в какой статье нужно обратиться, где содержится вся информация о видеоконференциях. Хочу обратить ваше внимание на такой факт. Вот, скажем, вы не можете концентрироваться. И это сегодня ведь происходит повсеместно. Не только у тебя, или там у твоего соседа, у твоей мамы, или, скажем, у родителей старых, да? Скажут, о, родители старые, конечно, у них там шелуха в голове, они не умеют концентрироваться. А что молодые? Молодые ведь тоже не имеют сейчас возможности концентрации. А это значит действие всей матрицы. Отбирает у вас способность концентрироваться. Понимаете? И при самой глубокой концентрации даже вы можете думать, вот какую-то мысль вы поймали важную, нужную. И вдруг она вас раз и упорхает, как птичка с ветки. И вы снова ничего не можете сделать. То есть она уже ушла. И каким-то чудесным образом вы раз и ее забыли. Как это происходит, да? Как происходит отъятие у вас вашей информации, которую вы только что получили. А это значит, вы пробрались за первую сетку искусственной матрицы. Вы пробрались в следующую. И вот там вы получили эту мысль, но вы ее не успели крючочком зацепить. Она упорхнула. Но это значит, у вас есть возможность все-таки видеть инфополе, вернее, выходить туда своим менталом и читать, что там написано в инфополе. Вернее, то, что там живет. Там же нет рукописи, как вы понимаете, да? Там нет свитков. Там все знания, они живут. Живут все знания. Поэтому к ним мы можем обращаться. Они плавают, как плавают и наши мысли. И мы можем выхватывать то одну, то другую мысль в это время. Или, скажем, ночью. Вот вы спите, и явный такой, явный сон, который происходит как наяву. И вот эта явь, и вы просыпаетесь вдруг с ней. И через какое-то время, то есть вы помните, вы хорошо помните, но через какое-то время вдруг раз, и вы забыли. Вы забыли то, что вам приснилось. А ведь приснилось что-то очень важное. То, что вы хотите запомнить. И на что вы обратили внимание, чтобы потом проанализировать. И раз, у вас тоже забрали снова эту мысль. Ту мысль, которая пришла с вами из-за сна. То есть из другого информационного поля вы выхватили этот поток знания, поток мыслей, и вы принесли его сюда. Но у вас его тут же отобрали. Отбирают, потому что вы должны жить в стадии. Потому что вы не должны выбиваться за пределы человеческой матрицы. А вы заметили, что эта матрица все уже и уже. Даже по сравнению с тем, то есть по сравнению с тем, что мы имеем, вроде бы, знания наши расширяются. Однако же возможности сужаются. Матрица нас буквально берет в свой панцирь. Это старая матрица. Она вот-вот отживет. Она уже рушится. Она уже лопнула. Она уже должна уйти. И наше право на право нашего выбора, право нашего желания как раз перешагнуть через вот эти осколки старой матрицы, но при этом не дать себя разрушить. С вами я, Таня Карацуба, Сеид Бурхан.